«Марк, что ты с собой сделал?» — ошеломленно воскликнул Денис, изумленными глазами оглядев друга с ног до головы. Марк самодовольно хитро улыбнулся и, подойдя к зеркалу, стал внимательно рассматривать свое отражение. Парень остался доволен тщательно созданным образом скромного молодого бедника. Он сменил свои дизайнерские джинсы и дорогую футболку, привезенную из Италии, на дешевую некачественную одежду с рынка. Пришлось Марку на время попрощаться и со своими любимыми кедами, которые стоили немало денег. Вместо них он купил себе кроссовки за 500 рублей, которые провались вечером следующего дня. Марк снял с запястья швейцарские наручные часы, подаренные ему отцом. «Ничто не должно было выдать богатое происхождение парня, и он постарался сделать для этого все необходимое». «Как тебе? Похож я на нищеброда?» — с озорной улыбкой спросил Марк друга, все еще любуясь своим новым шокирующим образом. «Я не думал, что получится так реалистично. И где ты нашел эти дешевые тряпки? Тебе не будет психологически тяжело ходить в таком убогом виде? Ты все-таки решил осуществить задуманное. Делать тебе нечего, друг мой. Зато ты посмотри, какой красавчик в этих, как ты выражаешься, тряпках. Все девушки супермаркета, где я с завтрашнего дня буду работать грузчиком, станут моими. Для дела можно и потерпеть. В конце концов, должен же я слиться с простым народом и узнать, чем он живет. «Ты хотя бы один раз в жизни поднимал что-то тяжелее бокала вина?» — с нескрываемой иронией спросил друга Денис. «Все когда-то нам приходится делать в первый раз», — задумчиво ответил Марк. Марк родился в обеспеченной известной семье. Из детства привык получать все, чего хотел. С первых дней жизни его окружало все самое дорогое, элитное и качественное. Но о людях, с которыми парню приходилось общаться изо дня в день, он так сказать не мог. Ведь он чувствовал, что многие из них, особенно представительницы прекрасного пола, пытаются ему угодить, понравиться, сблизиться с ним только из-за его знатного происхождения и богатства родителей. У Марка никогда не было проблем с женщинами. Он быстро увлекался очередной красоткой, но также стремительно и разочаровывался, понимая, что не о таких отношениях мечтает. Марку в глубине души хотелось простых, теплых, трогательных взаимоотношений, общения с девушкой, которая не будет интересоваться его кошельком и счетами в банках, а искренне захочет узнать, что из себя представляет Марк, какой он на самом деле. Но все представительницы прекрасного пола, с которыми сводила Марка судьба, оказывались расчетливыми, меркантильными и необычайно хитроумными созданиями, которые гонялись за богатством и славой. Устав от неискренности людей и их мелочной подлой натуры, Марк твердо решил раствориться в толпе и стать частью простого народа, чтобы найти истинное счастье и настоящую, крепкую, самозабвенную любовь, о которой мечтал. Он устроился грузчиком в большой супермаркет с надеждой на то, что его план сработает. Первый рабочий день дался Марку с огромным трудом. К вечеру у него вся спина ныла. Парень не мог пошевелиться. Настолько сильно его организм был потрясен неожиданной, непривычно резкой физической нагрузкой. Но Марка не думал сдаваться и возвращаться к прежней жизни. Он успокаивал себя тем, что через несколько дней организм адаптируется к обязанностям грузчика и перестанет так остро воспринимать то, чем молодой человек вдруг начал заниматься. Марк вскоре познакомился с работниками супермаркета. Особенно яркое впечатление на него произвела молодая, симпатичная, голубоглазая девушка по имени Лиана. Она работала продавцом и тоже устроилась в супермаркет недавно, как и Марк. Во время обеденного перерыва грузчики собирались в подсобном помещении и вместе обедали. Марк не знал о том, что все они каждую неделю сдавали деньги на обед. Он не стал присоединяться к грузчикам из-за того, что не внес нужную сумму. Парень остался сидеть на лавочке, наслаждаясь прохладным весенним ветерком и нежными солнечными лучами. Вдруг к нему неожиданно подошла Лиана и робко, неуверенно спросила. «Можно мне присесть рядом с тобой?» Марк вздрогнул от неожиданности и растерянно кивнул. Он освободил место для девушки, после чего та опустилась на скамейку и молча достала из сумки, которую держала в руке, два огромных бутерброда с колбасой. Один из них Лиана протянула Марку и добродушным мягким тоном сказала. «Тебе нужны силы. Поешь». «Спасибо», — удивленно пробромотал Марк, устремив свой изучающий и внимательный взгляд на молодую девушку. «Я не успел узнать о здешних правилах». «Ребята обычно скидываются и каждый день заказывают готовую еду в соседнем кафе», — пояснила девушка, смущенно улыбнувшись. Марк жадно откусил кусок бутерброда и тихо застонал от удовольствия. Только в тот момент он осознал, насколько сильно проголодался и каким вкусным может быть кусок обычного хлеба с докторской колбасой. Молодой человек с благодарностью посмотрел на Лиану и улыбнулся ей в ответ, дав себе слово в следующий раз угостить ее чем-нибудь. Марк и Лиана до конца обеденного перерыва сидели на лавочке и разговаривали. Девушка рассказала парню о том, что недавно окончила институт и не смогла найти работу по специальности. «Я живу вместе с бабушкой в однокомнатной квартире. Бабуля моя болеет, и ей постоянно нужно покупать дорогие лекарства. Сидеть без работы долго я не могла, поэтому вынуждена была устроиться сюда продавщицей. Зарплата небольшая, но стабильная», — призналась Лиана. «Ты молодец», — одобряющий кивнул Марк. «Заботишься о престарелой бабуле. Делаешь так, чтобы она ни в чем не нуждалась. У меня тоже нет никого, кто смог бы финансово меня поддержать. Отец автослесарь, а мать вообще домохозяйка. Приходится выживать самостоятельно». «Странно», — задумчиво пробормотала девушка, пристально посмотрев на руки Марка. «У тебя не руки грузчика». «Да?» — в замешательстве спросил парень. «Почему ты так решила?» «Слишком они ухоженные и нежные. Видимо, грузчиком ты работаешь первый раз в жизни». «Да». «Ты права», — выпалил молодой человек. «Я действительно раньше занимался другим делом. Я был простым лаборантом в поликлинике, но меня уволили. Сейчас везде беда с поиском работы. Тоже по специальности не смог устроиться». Марк был поражен внимательностью и наблюдательностью Лианы. Девушка произвела на него неизгладимое впечатление. Утром следующего дня, когда парень собирался на работу, он положил в свой рюкзак простой бутерброд с дешевым сыром, купленным в обычном продуктовом магазине. Теперь настала его очередь угостить обедом Лиану. Молодые люди снова встретились на скамейке во время обеденного перерыва и перекусили бутербродами Марка. Вскоре встречи в обеденное время превратились в прочную традицию. И за дня в день Марк и Лиана угощали друг друга простыми обедами, которые приносили с собой. Они быстро подружились и стали неразлучны. Девушка смущенно улыбалась каждый раз, когда видела Марка, а он радовался тому, что встретил ту, которая не была похожа на взбалмошных, капризных, заносчивых особ, гордо относивших себя к высшему обществу. В Лиане Марка привлекала ее простота. С ней он чувствовал себя невероятно комфортно. Марк после окончания рабочего дня с удовольствием провожал Лиану до дома. Жила она в бедном районе. Всякий раз, когда парень там оказывался, он поражался тому, насколько сильно его привычная среда отличается от той, в которой с детства живет эта скромная, тихая, необычайно умная девушка. Все произошло так, как Марк хотел. Постепенно его организм и тело приспособились к физическим нагрузкам, и работа перестала приносить ему боль и неудобства. Вскоре он получил свою первую в жизни зарплату, которую заработал своим потом и трудом. Радости и гордости парня не было предела. До сих пор он никогда не считал деньги и не задумывался о том, откуда они берутся. А сейчас вот понял, что слаще и ценнее всего те копейки, которые человек заработал сам. Марку захотелось порадовать Лиану и сделать для нее что-то приятное. Он набрался храбрости и пригласил девушку в кино. Лиана с радостью согласилась, и молодые люди провели вместе незабываемый вечер. Марк с каждым днем все сильнее увлекался красивой и обаятельной продавщицей, в которой нашел все импонировавшие ему женские качества. Ему нравилось то, что девушка искренне радовалась каждому знаку внимания и была счастлива просто от того, что Марк находился с ней рядом. Однажды он принес для Лианы букет из полевых цветов. Парень смущенно протянул букет Лиане и робко сказал, «Я, конечно, понимаю, что такая девушка, как ты, достойна большего, чем скромный букет полевых цветов, но пока это все, что я могу тебе предложить. Я думал о тебе, когда собирал эти цветы. Я помню, что тебе нравятся ромашки. Тут их много». «Спасибо тебе», — нежно прошептала Лиана, взяв у Марка букет. «Это лучшее, что мне когда-либо дарили. Цветы прекрасны. Они пахнут солнцем, ветром и летом». В тот день Марк понял, что безоглядно и безнадежно влюбился в Лиану и хочет всегда быть с ней рядом. Осознание этой простой истины наполнило его душу безмятежным, вдохновляющим счастьем. Парню захотелось свернуть горы, переплыть океаны, облететь весь земной шар. Молодые люди теплыми летними вечерами гуляли по городу, держась за руки, лакомились мороженым, стоя на мосту, смотрели вместе романтические фильмы и порой даже плакали вместе с влюбленными героями. Марк твердо решил признаться Лиане в своих чувствах и сделать ей предложение. Он не сомневался в том, что нашел настоящую любовь. В середине июля Лиана пригласила парня к себе домой, чтобы отметить с ним свой день рождения. Марк охотно согласился и стал думать о том, какой подарок сделать для возлюбленной. Парень решил откровенно поговорить с Лианой в день ее рождения и сделать ей предложение. Но судьба, как всегда, все решила по-своему. Настал день рождения Лианы. В то утро Марк с трепетом положил в карман обручальное кольцо, которое заранее купил, и собирался выйти из дома, как его неожиданно остановил его отец. «Марк, сегодня будь дома в шесть вечера. Нам нужно будет съездить в гости к моему старому другу. У его дочери день рождения. Я обещал, что мы всей семьей явимся на торжество. Не подводи меня». «Отец, у меня сегодня важные дела», – раздраженно пробормотал парень. «Я не смогу пойти с вами. Вы с мамой съездите без меня и поздравьте девушку». «Сынок, я всегда шел тебе на уступки и с пониманием относился к твоим желаниям. Но в этот раз ты должен будешь понять меня. Я дал слово, и это не обсуждается. Я сказал, что мы явимся всей семьей, значит, так и будет. Если посмеешь меня подвезти, считай, что у тебя больше нет отца». Сказав это, Николай Владимирович покинул дом. Марк громко выругался. Ему нужно было найти какой-то выход из сложившейся ситуации и поступить таким образом, чтобы никто на него не обиделся в итоге. Подвезти отца парень не мог. Но и оставлять любимую девушку без внимания он не хотел. Марк с досадой подумал о дочери друга отца, уверенный в том, что ему придется провести несколько часов в компании очередной избалованной, капризной, самовлюбленной дочери богача. Во время обеденного перерыва Марк нежно взял Лиану за руку и с печальным видом сообщил ей о том, что должен поехать вместе с родителями к другу семьи. «Отец очень просил меня съездить с ним в гости к его близкому другу. Я не смог ему отказать. Я обещаю, что приеду к тебе, только чуть позже. Помни о том, что мое сердце и мысли каждую секунду будут с тобой. Я быстро покажусь и сбегу оттуда». Лиана с пониманием отнеслась к словам парня, хоть расстроилась из-за того, что он придет позже, чем ей хотелось бы. Она успокоила Марка, сказав ему, что отца нельзя подводить, что она будет терпеливо ждать его прихода. Марк вернулся домой вовремя, как и обещал отцу. Вскоре семья отправилась в гости к близкому другу Николая Владимировича. Каково же было удивление Марка, когда он увидел в элитном особняке, в окружении известных богатых гостей, Лиану, одетую в изысканное красное вечернее платье. На ее шее красовалось дорогое бриллиантовое колье. Марк оторопел от неожиданности. Он впал в ступор. Не менее шокирована была и сама девушка. Она поставила на столик бокал игристого напитка и робко подошла к любимому, на котором не было лица в тот момент. Марк растерянно пробормотал Лиана, устремив свой изумленный взгляд на опешившего молодого человека. «Что ты здесь делаешь?» «Тот же самый вопрос я хотел задать тебе», взволнованным дрожащим голосом пролепетал парень, затем резко схватил Лиану за руку. «Выйдем отсюда и поговорим в тихом месте». Лиана послушно кивнула и вывела парня из дома. Вскоре они оказались в роскошном саду. «Я был уверен в том, что ты сейчас сидишь дома с больной бабушкой и печешь свой любимый торт. Как ты объяснишь мне происходящее?» — воскликнул в недоумении Марк, пронзив оторопевшую девушку негодующим взглядом. «А я думала, что ты находишься в гостях близкого друга отца», выпалила на одном дыхании Лиана. «Так и есть», — буркнул с досадой Марк. «Я, как и говорил, приехал сюда со своей семьей, но я никак не ожидал увидеть тебя здесь». Лиана стала пристально рассматривать Марка. Она обратила внимание на его дорогую одежду и настоящие швейцарские часы, которые стоили целое состояние. Девушка вспомнила об ухоженных руках парня и изумилась тому, как не поняла по ним, кем был на самом деле молодой человек. Вскоре ей все стало понятно. «Значит, ты обманул меня?» — сердито и возмущенно воскликнула Лиана. «Как я была глупа! Я сразу должна была догадаться, что не какой ты не бедный простой грузчик. Твои руки упрямо говорили о твоем происхождении, а я пропустила этот важный момент». «И зачем ты столько времени работал грузчиком? Одни твои часы стоят, как две квартиры в том бедном районе, куда я тебя не раз водила. Ты просто развлекался так. Я права? Богатенькому мальчику нечего было делать, ему было очень скучно, и он решил поиграть? Ты и в любовь со мной играл, да?» «Перестань», — громко ответил Марк, пытаясь успокоить любимую девушку. «Я признаюсь, что не во всем был честен с тобой. Да, я вовсе не бедный грузчик, а сын генерального директора крупной нефтедобывающей компании. Да, эти часы стоят огромных денег. Но я могу их запросто бросить в пруд, потому что не деньги для меня имеют значение, а простые искренние человеческие чувства. Всю жизнь я жестоко разочаровывался в людях, окружавших меня. Как только я к ним привязывался, начинал понимать, что им от меня нужны только деньги. Они общались со мной не потому, что дорожили мной, а потому что хотели достичь большего за счет меня. Я хотел настоящих крепких отношений. По этой причине устроился в супермаркет грузчиком. «Я, правда, полюбил тебя всем сердцем. Ты не похожа на тех девушек, с которыми мне приходилось иметь дело. Ты совсем другая. Добрая, чуткая, нежная, простая. За это я тебя так сильно полюбил. Сегодня я собирался рассказать тебе всю правду и объяснить, почему обманул тебя». Лиана потрясенно смотрела на Марка, осмысливая то, что только что услышала. Она понимала, что не может больше на него сердиться, ведь парень находится точно в таком же положении, что и она сама. Девушка тоже искала настоящих теплых чувств и избранника, который бы полюбил ее душу, а не состояние. Лиана загадочно улыбнулась и тихим ласковым голосом сказала, «Мне так знакомо все то, о чем ты говоришь. Ты озвучил то, что я сама хотела сказать. Я тоже мечтала о настоящих чувствах и крепких, основанных на доверии отношениях. Когда ты подарил мне полевые цветы, мое сердце трепетало в груди. Это был лучший подарок в моей жизни. До этого мне дарили дорогие украшения, ценные бумаги, машины, квартиры, но те полевые цветы затмили собой все это. Я тоже хотела во всем тебе сегодня признаться. Я умоляла отца не звать гостей, мечтала о тихом скромном вечере в кругу семьи, но папа был непреклонен. Зато теперь мы оба знаем всю правду друг о друге». Марк ближе подошел к Лиане и нежно, ласково взял ее за руку. Он привлек девушку к себе и полным восторга голосом сказал. «Я не откажусь от тебя ни за что. Я тебя безумно люблю. Я хочу быть только с тобой. Ты выйдешь за меня замуж, нищая богачка». «Да, я стану твоей женой, мой бедный игрущик со швейцарскими часами», проникновенно ответила Лиана, прижавшись к любимому и положив голову на его крепкое плечо. Марк и Лиана вскоре поженились. Их роскошная свадьба приковала к себе внимание журналистов. В семье молодоженов всегда на первом месте была любовь, а не деньги, поэтому в их доме царила добрая, уютная атмосфера, теплоты и взаимопонимание. Лиана и Марк хорошо знали о том, что самая большая драгоценность в мире – это не акции крупных компаний, не дорогие украшения или элитные автомобили, а простые, искренние человеческие взаимоотношения, настоящая дружба и любовь, способная победить все.